Здравствуйте! Новости корпорации в эфире в студии Полина Гладких. Очередная неделя подходит к концу, а это значит, что пришло время подвести итоги. Смотрите в сегодняшнем выпуске. В 65 молот опять! Поздравляем с днем рождения химико-металлургические цеха Висмы. Ход конем, как верхняя солдат на пять дней из титановой столицы превратилась в шахматную. И на двух колесах. Почему сотрудники корпорации пересели на велосипеды? Начнем с производства, которое, кстати, на этот раз удивило нас волшебством. Над колбами с разноцветной жидкостью колдовали сотрудницы цеха номер 8. Там впервые прошел конкурс без возрастных ограничений лучший по профессии аппаратчик химводоанализа. Как из совершенно разных по цвету емкостей определить колбу с верным значением воды? Оказывается, все результаты правильные, а погрешность 1-2 единицы допускаются. Над этими колбами колдовали на прошлой неделе шесть аппаратчиков химводоочистки цеха номер 8. Вода получается разного цвета, потому что титруем разными составляющими. И мы, получается, как ведьмочки. У нас свет из одного цвета превращается в другой цвет. И визуально это всегда интересно и качественно. Конкурсантки по очереди анализировали воду на жесткость и измеряли в ней процент соли раствора, необходимого для регенерации фильтров. На задание участницы тратили от 1 до 4 минут. При определении лучших в профессии судьи рассматривали максимально точные показатели к норме. Кроме того, учитывали время прохождения задания и стаж в профессии. Бронзу среди аппаратчиков выиграла Фарида Филиппова. Второе место заняла Юлия Калинюк. А победителем признана Анна Пелых, которая в сравнении с коллегами имеет самый небольшой стаж в профессии. Всего три года. Нет, я даже не рассчитывала. Я в этой профессии первый раз в этом конкурсе. Даже не надеялась. Конкурс на нашем участке проводится первый раз, так как сняли ограничения по возрасту. Наш персонал весь старше 35 лет практически. Поэтому большое спасибо за возможность провести среди более взрослого поколения, более опытных сотрудников. Водоподготовки на ВСМПО «Ависма» уделяют особое внимание. Если не произвести ее качественно, то в трубах образуется коррозия, а котлы не заработают на полную мощь. Аппаратчики теплосилового цеха выполняют важную функцию по очистке и подаче промышленной воды для нужд предприятия. Елена Шашкова, Данил Черных. Новости ВСМПО «Ависма». День рождения на прошлой неделе отметил химико-металлургический цех «Ависмы». Одному из самых сложных переделов титанового производства исполнилось 65 лет. Приказ о создании нового цеха в будущей титановой нитке директор завода «Циренщиков» подписал 9 мая 1957 года. После пуска цех долгие годы по праву считался одним из самых опасных. Зайти в цех было, конечно, невозможно. Без соски. Ну, противогаз был, но соску во рту держали. Страшно было. И старики, как называли, сюда посылали на исправление крематория, называли цех. Сейчас сравнить, конечно, с земля и неба. Сегодня 32-й – это система из трех больших участков, на которых шехта превращается в тетрахлорид титана. Начинается этот процесс с отделения хлорирования. Именно здесь живут хлораторы – огромные вертикальные ванны с расплавом. В них шехта проходит первое превращение. Затем в процесс включается отделение ректификации и дистилляции. Здесь тетрахлорид получает очень высокую степень очистки. Кстати, скоро будет готова очередная партия сырья. По трубопроводам она отправится в металлургический цех, где и превратится в крылатый металл. За 65 лет 32-й цех пережил не одну модернизацию. Но современное оборудование и отработанная технология – лишь составляющие большого дела. Жизнь в это сложное производство вдыхают люди. И настоящих профессионалов здесь всегда ценили и ценят. Яркое событие прошлой недели – Большой шахматный фестиваль. И он оправдал свое название. Более 300 спортсменов со всего Урала приехали в Верхнюю Салду. Они разыграли серию турниров различной сложности – от первенства города до этапов Кубка Свердловской области по шахматам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Это еще не все новости. Смотрите во второй части выпуска. На двух колесах. Почему сотрудники корпорации пересели на велосипеды? И спортивный дайджест. Рассказываем, как прошла неделя у наших спортсменов. Мы находимся около авиаметаллургического колледжа. К нему прилегает большая территория. За ее благоустройство мы с вами голосовали в прошлом году и, как видите, работы уже идут. По закону, чтобы начать второй этап и продолжить строительство парка, нам вновь нужно проголосовать. А этот небольшой сквер находится через дорогу от парка Гагарина. Облагородить это место тоже нужно. И, возможно, именно тогда оно станет любимым для жителей Верхней Салды. Теперь эти территории в ваших руках. Только вы решаете, будут ли они благоустроены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды в 2023 году». Если тебе уже исполнилось 14 лет, пройди онлайн-голосование до 30 мая на сайте 66.городсреда.ру. Проголосуй, если тебе, конечно, не все равно. Редактор субтитров А.Семкин АВИСМА присоединилась к всероссийской акции «Зеленая весна». Металлурги очистили от мусора город, а также прибрались на берегах заводских прудов. На субботниках побывала и наша съемочная группа. Эта гора из мусора выросла буквально за полчаса. А рядом, посмотрите, выстраиваются в ряд мешки со всевозможным хламом. Так, метр за метром, металлурги приводят в порядок один из уголков в микрорайоне Абрамова. Нам выделили достаточно большой кусок то ли леса, то ли парка. Мусора очень много, в районе 8 гектар валежника и бытового мусора. На расчистку этой лесопарковой зоны вышли 80 металлургов. Представители основных цехов разделились на группы. Работают дружно, без лишних разговоров и перерывов. Кроме бутылок, ветоши и пластика на этом участке еще и заросли сухостоя. Старые деревья накануне субботника срубили и распилили сотрудники «Ависмастрой». Теперь пни и ветки вместе с мусором нужно вывезти на полигон. Все это ловко отправляют в КАМАЗ два погрузчика. Этот уголок березняков металлурги привели в порядок за два дня. На городской полигон отсюда отправили 18 грузовиков с мусором. А это уже водоохранная зона «Ависмы». Сюда на следующий день после городского субботника вышел молодежный экодесант. 13 активистов приводят в порядок территорию вдоль автодороги и берега заводских прудов. Вот методично наполняет мешок мусором Юлия Морданова. Я нашла стиральный порошок, я нашла сыр, конфеты. Но в основном, я говорю, это все-таки остатки сигарет, их очень много. И пачки пустые. Это прямо вот. И прекрасно мы понимаем, что они будут очень долго разлагаться, поэтому нам приходится их собирать, срывы выковыривать, доставать их. Участок протяженностью 2 километра наши активисты прибрали за 3 часа. На свалку отправилось более 40 мешков с мусором. Водоохранная зона комбината стала чистой и ухоженной. На работу на велосипеде отправилась вся Россия 20 мая. Эта ежегодная акция проходит в предпоследнюю пятницу мая. Среди сотрудников корпорации много любителей добираться на работу на двухколесных. Далее наш велорепортаж. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. Если бы почтальон Печкин увидел, сколько велосипедов припарковано на проходных в СМПО, он бы не только подобрел, но и приобрел новых друзей и попутчиков до работы. Я езжу на работу на велосипеде, потому что так быстрее, потому что пробки на дорогах. На работу на велосипеде вся страна ездит с сентября 2015-го. Три раза в год жители России на один день отказываются от автомобилей и пересаживаются на двухколесные. Салдинцы колесят на великах не только в день акции, а ездят на них практически ежедневно. Езжу на велосипеде, потому что устал от машины. Да и на бензин меньше тратится. Ездить на работу на велосипеде легко и удобно. Для этого не нужна специальная одежда или экипировка. В общем, сплошные плюсы. Главное – соблюдать правила дорожного движения. Полиция один раз тормознула, я по дороге ехал. Мне лучше ездить по тротуару, поэтому я предпочитаю по тротуару, потому что сам водитель сам знает, что велосипедист на дороге мешает. Перед пешеходным переходом останавливаюсь. В основном я, конечно, езжу по тротуару, по дороге не боюсь. Это же, во-первых, и тренировка, и спорт, и все на свете, и быстро, и вообще приятно прокатишься. Очень даже мне нравится. Пока одни постоянно ищут оправдания, другие садятся и едут. Многие из тех, кто все-таки попробовал на один день стать велосипедистом, после втягиваются и даже становятся участниками корпоративных соревнований. Елена Шашкова, Евгений Марычев, Данил Черных. Итоги недели. А сейчас самые яркие спортивные события этой недели. В стрельбе Елена Орлова из 31-го пробует себя впервые. К турниру готовилась, привыкала к винтовке, оттачивала технику. Но на огневом рубеже, говорит, все равно страшно волновалась. Сердце стучало, цель двигалась. Но взяла все в руки, все-таки отстрелялась. Надеюсь, команду не подвела. Турнир по стрельбе вызвал у металлургов небывалый интерес. Физоргам цехов пришлось даже проводить отбор среди своих стрелков. Стрелять, в общем-то, народ любит. Даже вот в парке гуляют, пневматика, если есть, винтовки где-то пострелять, обязательно попробует кто-нибудь. Вот поэтому мы и решили провести эти первый раз соревнования. Знаем, что народу очень будет всегда много желающих, поэтому ограничили не более 10 человек за счет по 8 участникам. Чтобы выяснить, кто самый меткий, потребовалось два дня. Борьба развернулась нешуточная. 77 стрелков из упора сидя стремились выбить максимум 45 очков. После первого дня уверенно лидировала команда 31-го цеха, но второй день расставил точки над «и». В результате победный кубок завоевало сборное управление и ЦПКР. В их копилке 202 очка. Серебро у команды 38-го, 53-го и 77-го цехов. Ну а бронза у команды 31-го цеха. Кроме этого турнир определил и лучших стрелков. У мужчин это Александр Петровский из 38-го цеха, а среди женщин самой меткой стала Александра Шишкоедова из ЦПКР. Вот уже 17-й раз подряд боксер открывает турнир «Минутой молчания» в память о земляках, которые 22 года назад погибли в неравном бою у села Джаневедино Чеченской республики. Теперь все внимание на ринг. Здесь за звание сильнейших борются два десятка спортсменов со всего Пермского края. Друг за другом выходят боксеры разного возраста и разных весовых категорий. Самым младшим участникам турнира 19 лет. Самым опытным уже по 40. Условно спортсмены разделились на две команды. Это сборная Перми «Правый берег» и сборная Березняков «Левый берег». Бои в 10-ти весовых категориях длились почти 4 часа. И каждый поединок подарил немало ярких впечатлений всем поклонникам бокса. Поболеть за ребят пришли и представители крупных предприятий. Промышленники города активно поддерживают проведение краевого турнира в Березняках. Развивать этот зрелищный вид спорта сегодня помогают калищики, азотчики и металлурги. Большое спасибо нашим спонсорам, генеральным спонсорам нашей корпорации ВСМПО «Висма». Скоро будем и у нас проводить такие турниры. Надеюсь. И вот все поединки проведены. В каждой весовой категории определились сильнейшие. В общем командном зачете со счетом 9-1 победу одержала сборная Березняков «Левый берег». Поздравляем ребят и с нетерпением ждем следующих соревнований, которые пройдут уже в 2023 году. Вот так теперь начинается утро у ветеранов ВСМПО «Висма». По заказу корпорации сотрудники Верхнесталдинского центра детского творчества проводят для заводских пенсионеров зарядку на открытом воздухе. Погода чудесная, надо с компанией размяться. Да, была комсомолка, была. Хоть я и спортсменка, хорошо, хоть красоткой осталась. Получается повторять за спортсменами? Успеваете? Да, стараемся успевать. Но в любом случае любые движения, но под музыку особенно, они как-то тонизируют человека. Вот вроде силы появляются сразу. А здоровительные занятия на свежем воздухе будут проходить два раза в неделю в 9 утра. По вторникам на стадионе «Старт» по четвергам в парке Гагарина. Присоединяйтесь и вы. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе событий вместе с нами. В последние дни этой весны желаю вам солнечного настроения. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok